Девушки отдыхают Сейчас взяли и поставили галочку Я вот такая Откуда вы знаете, какая вы? А позвольте себе быть потоком А задайте вопрос Для чего вы вошли в женский аватар? Для чего вы создали себе женский аватар? Может быть для того, чтобы все-таки наработать опыт Каково быть женщиной? Как проявлять женские энергии? Да Вы обучаетесь, как быть женщиной В этой мерности А вы галочку поставили И решили дальше не ходить Вот Самое главное Не забывать о том, что Мы находимся в процессе Проживания Самих себя Почему говорят Не судите, да не судим и будете Что значит осудить? Или вообще оценить, что бы то ни было Вот этот занял первое место А этот второе А вот этот третий Хуже, этот лучше Это значит остановить время Остановить все процессы Навешать на всех ярлыки И выставить на полку А процесс жизни где? Мы останавливаем его, когда беремся судить Мало того, мы судим с позиции ума Сравнивая что-то с чем-то Ну и каковы наши суждения Какова им цена Мы поток Поток жизни Проявленный Многомерно И здесь тоже Действуем мы или не действуем Если мы лежим Вот лежим И не двигаем ни рукой, ни ногой И глазки закрыли Как вы думаете, жизнь у нас течет? Течет Течет Жизнь – это поток Мы и есть Это жизнь Которая пришла сюда Создала аватар И проживает в ней самую себя Жизнь Вы представляете И это прекрасно Вы умеете представлять Значит, вы умеете визуализировать Значит, вы обладаете образным мышлением Все люди, кто способен видеть в картинках То, что им описывают Все до единого Обладают способностью к ясновидению Бывать наедине с собой нужно Можно прочесть все библиотеки мира Ваш ум накачает такие мышцы Будет такой ум И этот ум не пустит вас на тонкий план Я очень долго боролась со своим умом Прежде чем вообще смогла Погрузиться и довериться своей душе Конечно И не просто поток мыслей остановить Остановить поток ожиданий Предсказаний Попыток предугадать Как это должно быть Потому что наш ум Таким образом Вмешиваясь в наше наблюдение Сотворяет иллюзии Наш ум Наш ум, зачастую наш земной ум Очень большое препятствие Потому что он на самом деле Как Плюшкин Все, что вы проживали в жизни Он старается вот этот опыт Себе записать и запомнить Для того, чтобы уберечь ваш аватар Потому что он полон страхов за ваш аватар И он вот это вот все Насобирал полный чердак Полный подвал И уже вот-вот Все, всю-всю энергосферу Он заполонил этими конструкциями Как нужно отреагировать Если вы испугались Закричать Ударить Убежать Если что-то вас неожиданно напугало Вот ваш ум знает, как надо А душа ваша знает, как надо А я скажу, как надо С точки зрения душа Нужно просто не допускать этих ситуаций Просто брать штурвал в свои руки Очищать свою сферу сознания От любых страхов и ожиданий Любых нештатных ситуаций Просто не планировать их в свою жизнь Не писать негативных сценариев И пространство вам не предложит Таких ситуаций вообще Чувствуете, подход совершенно другой Ум воспитан в этой мерности Он приучен реагировать на вызовы пространства Душа формирует это пространство Они как будто в разных сферах реальности Поэтому человек, поэтому и существует Эта двойственность, этот дуализм Кого слушать? Интуицию Или доводы рассудка, доводы ума И мы постоянно бьемся В постоянной борьбе души и тела Как правильно поступить? Вот если поступить так Да, душеньке будет спокойно Но это же неправильно Мама, бабушка и тетя учили, что это не так Надо поступить, как они учили Это же традиция И у нас в семье так принято Поступлю-ка я так И пошла следом за всеми членами семьи Наступить на те же грабли Да Почему? Почему? Из-под власти ума нужно выходить Наш ум, он вообще изначально Наш мозг был не для этого предназначен Мы слышали свое сердце всегда Это только вот эти аватары Последние несколько столетий Настолько уже заблокированы Что мы просто перестали Мы научились блокировать голос совести Мы научились блокировать голос интуиции Мы научились отворачиваться от своих же собственных Насущных потребностей Все это, потому что все это назвали эгоизмом Назвали же эгоизмом? Да А какой же это эгоизм? Если человек сел спокойно в комнате Сам наедине с собою В свое личное время Сел или прилег Закрыл глазки И решил разобраться В самом себе Это колоссальный духовный труд На самом деле Поиск себя истинного Ну так это же не каждый может себе позволить Это вот только вот некоторые Такие светло-здорово продвинутые Могут себе такое позволить Нет Это может позволить себе каждый Независимо от финансового положения От какой-то там готовности Начитанности И так далее, и так далее Если вы становитесь на этот путь И обращаете внимание на себя И имеете ваше целеполагание Чтобы вам была доступна Ваша же собственная многомерность Мудрость вашей души Вот эта информация Ваш опыт Если вы становитесь на этот путь Я вас уверяю Без проблем Ваши же высшие проекции Вам подкинут необходимую информацию Не нужно ехать куда-то Чтобы получить посвящение У каких-то индусских полубогов Продвинутые там Я не знаю кто там Ситху, Гуру, куда они там Они тоже люди Они тоже люди Они тоже люди И они тоже Им тоже свойственно ошибаться Вам предложат информацию В концентрированном виде Только именно то, что вам нужно Но даже прочитывая ее Коротенькую статью какую-то Какой-то смотрите фильм Какой-то репортаж Мой сеанс смотрите Любой Вы принимаете информацию Не всю подряд А только ту, на которую откликается Ваше сердце Все подряд не надо Оно может вообще вам не свойственно И вообще не о вас Но Могут быть моменты Которые Знаете Матрица В ней же многое подобно И мы все проходили По одним и тем же граблям Да И поэтому может такое случиться Что При просмотре чужого сеанса Вы Видите О Да вон она оказывается Как Сквозь меня же говорят Высшие ипостаси Высшие аспекты Мои Либо человека Который в сеансе Это круто На самом деле Так все Вся эта сокровищница Мудрости Она вся спрятана Внутри вас И от вашего взора Можете все это читать Так припрятали Что забыли Куда положили Вот оно Забвение матричное Теперь остается Вспомнить Да знаем мы уже куда Знаем мы уже куда Внутрь себя Эти надо Все ответы У вас Весь ваш опыт Весь опыт Вашей души Записан В вашей эфирной Генетике Что такое Генофонд Это библиотека Информации О прожитых Вами Воплощениях Он весь Записан В ваших Энергетических Спиралях ДМК Именно Сейчас мы Победитируем Это библиотека ведет вас. Вот он, путь. Из всего многообразия литературы, каналов там на Ютубе или где-то еще, то, куда влечет вас ваше сердце. Это может быть что угодно, заинтересовало название. Не знаю, кто-то сказал, где-то промелькнуло написанное. Вот. Это как звоночки такие, на что реагирует ваше сердце. Вот там, там крупицы истины, которые позволят вам пройти еще на какую-то ступеньку подняться, еще на какую-то ступеньку подняться. Это подсказки от ваших высших аспектов. Когда вы становитесь на этот путь. Позволяйте творческим процессам течь и быть проявленными здесь. Даже если вы на физике что-то там не создали, не стали лауреатом танцевального конкурса, не сшили что-то такое невероятное на швейной машинке. Важно быть в процессе, моя дорогая. И важно от этого процесса получать удовольствие. Удовольствие. Понимаете, удовольствие. Это довольство. Где есть довольство, там есть достаток. Где есть достаток, там есть энергия, денег. Секрет такой. Да. Все подсказки нам доступны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!